Всем моим дорогим подписчикам, пламенный приветик! Я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. И сегодня я снимаю видео по запросу. Запрос поступил от моей подписчицы. Звучит он так. Что нужно для переезда во Францию? То есть имеется ввиду замужество. А точнее, виза невесты, как ее делать и можно ли работать во Франции? С обычной визой, та, что идет на 3 месяца. Или уже нужна виза долгосрочная. Ой, девочки, вы знаете, я не знаю, смогу ли я компетентно полностью ответить на этот вопрос, но я постараюсь. По поводу визы невесты, девчонки, не знаю, не могу сказать, потому что сейчас очень многое, что поменялось во Франции. Раньше можно было выйти замуж с туристической визой, то есть которая дается вам на 3 месяца или на полгода, допустим, вы приезжаете, заключаете брак со своим избранником и остаетесь. И потом вам продолжают визу дальше в префектуре. Вот, все было так. Сейчас я не знаю насчет визы невесты. Есть достаточно сайтов в интернете, вы можете поискать, где есть более подробная информация, и где там конкретно уже объясняют, что нужно для этого. Хотя, не знаю, мне кажется, что если у вас есть туристическая виза на 3 месяца, да, и если вы хотите приехать сюда для заключения брака, мне кажется, я не думаю, что вы встретите какие-то препоны. Вы находитесь легально с туристической визой, выходите замуж за француза и остаетесь. Так что более подробно нужно, конечно же, посмотреть на тех сайтах, где вот как раз-таки девочки, наверное, более компетентны вот именно сейчас, вот в это время, в которое вы ходили замуж. Вот. Дальше. Можно ли работать во Франции с обычной визой? Да, это что на 3 месяца? Нет, я не думаю, что можно. По крайней мере, я таких случаев не знаю, потому что вообще здесь, чтобы работать, нужно разрешение на работу от префектуры. Вот. А с туристической визой у вас разрешения на работу не будет. Возможно, где-то можно работать, наверное, по-черному, где-то в больших городах. Я допускаю такую мысль. Но там, где я живу, например, у нас город небольшой, мне кажется, это будет просто нереально. Французы в этом плане очень законопослушные. Они, конечно же, ну не осмелятся взять на работу вот именно так вот, нелегально кого-то. Пусть даже хоть на 1 месяц, там, или на 2 месяца, неважно. Вот. И даже если у вас будет долгосрочная виза, да, опять-таки, виза должна быть, даже если долгосрочная, если это просто туристическая виза, то, конечно же, вы не можете работать. Это не играет в роли, трехмесячная виза или долгосрочная виза. Если у вас виза специальная рабочая, которая вам позволяет работать и дает вам право на работу, тогда, конечно, возможно. Вот. Поэтому я знаю точно, что с туристической визой права на работу нету. Вот. В принципе, я вот и ответила на вопрос. Единственное, я вот что хочу сказать. Девочке, которые выходят замуж во Францию, да, просто хочу дать несколько советов. Первый совет, это, естественно, изучение французского языка. Девчонки, если у вас есть такая возможность, то начинайте учить его уже в России, ну, то есть там, где вы живете. Если вы уже знаете, что вы выйдете замуж за француза, да, если у вас какие-то отношения уже и с французом, то, конечно же, лучше начать язык заранее. Это вам поможет по приезду сюда, во Францию. У вас уже будет какая-то база, и для вас будет это более таким же облегченным вариантом, да, чтобы начать жизнь во Франции. Потому что, если вы приедете сюда без языка, все равно на это уйдет какое-то время, понимаете. Вы должны будете посещать курсы французского. И, ну, это, конечно, по вашему желанию. Я, например, здесь такую семью знаю, которые дома говорят на английском. То есть жена русская, она так и не соизволила бы учить язык, извините меня, за 10 лет проживания во Франции. Вот. Поэтому, чтобы не иметь такие вот последствия, да, мой совет, девчонки, учите язык. Потому что даже если вы знаете английский язык, здесь, понимаете, это вам не пригодится. Ну, в крайнем случае, вы будете своим мужем, я не знаю, как-то переговариваться на английском дома, да. Но для социальной жизни, чтобы, например, найти работу, да, чтобы обрести каких-то знакомых, приятелей, друзей, да, вы все равно должны владеть хотя бы базовым оральным французским языком, чтобы просто хотя бы как-то изъясняться, понимаете. Это первый, первый такой вот препон и такая вот сложность, это языковой барьер. Я уже говорила на эту тему, потому что, когда вы приезжаете сюда без знания, как, например, я приехала, да, я не знала французский язык, я никогда его не учила. В школе в России я учила английский, как и многие. Поэтому, конечно же, я сама здесь начала заниматься, потом я пошла на курсы французского. И, понимаете, все равно нужно постоянно этот язык усовершенствовать. Хотя я иногда, конечно, ленюсь, но нужно. Нужно читать на французском, смотреть французские каналы, да, чтобы слышать постоянно на слуху эту речь, произношение и так далее. Вот, поэтому, если у вас есть такая возможность, да, я не знаю, взять репетитора, например, да, по французскому языку, чтобы заниматься с ним перед приездом в Францию, либо вы сами как-то дома занимаетесь. Есть, наверное, какие-то, да, вот, не знаю, какие-то обучающие такие вот уроки, да, чтобы по-быстрому выучить хотя бы вот какой-то базовый французский, да, ну, либо как-то, я не знаю, сами с учебником сидите, да, как я, например, поначалу сидела с учебником на русском языке и сама занималась, читала основные правила, да, которые нужно освоить при изучении французского языка, ну, и просто переводила слова и так далее. Вот, вот такой вот первый совет. Второй совет, когда вы здесь уже выйдете замуж, если у вас уже будет какая-то базовая подготовка, да, с французским языком, то, ну, опять-таки, если вас устроит сидеть дома, например, да, если вас муж будет, не знаю, полностью обеспечивать, да, если он будет такой щедрый и так далее, да, то это ваше дело, конечно. Но если вы все-таки хотите как-то немножко развиваться здесь, да, то, имея уже какой-то базовый французский, вы можете здесь встать на учет по безработице. Вот, это называется полиумплуа. То есть, вы можете зарегистрироваться, ну, вот, как раз на этой бирже и попросить, например, какой-то фармасен профессиональный, то есть, называется, ну, фармасен профессиональный, да, вот, для того, чтобы получить какую-то корочку, то есть, их местный диплом. Это могут быть какие-то профессиональные курсы, курсы продавцов, курсы, допустим, ухаживающих за пожилыми людьми в домах престарелых, да. Я здесь знаю многих девочек, которые вот заканчивают такие курсы. Я сама заканчивала курсы профессиональные, вот, именно, «Эмплойе коммерсиаль о магаза», то есть, коммерческий работник магазина. Ну, на это мне ушло где-то 4-5 месяцев. Вот, и просто я это к чему говорю? Когда у вас есть местный их диплом, у вас больше шансов найти работу, потому что вы когда сюда приезжаете с вашими российскими дипломами, да, у меня тоже есть российский диплом о высшем образовании, у меня высшее образование экономическое, то есть, у меня факультет был управление персоналом, менеджмент. Но, опять-таки, чтобы этот диплом был здесь валид, то есть, легально его нужно подтверждать. Ну, мне не захотелось его подтверждать. Я просто решила пойти на профессиональные курсы. Это всё-таки какая-то практика. Ты учишься с французами, ты общаешься, ты находишься в их среде. Это всё-таки помогает вам, да, и тем самым вы плюс к этому ещё приобретаете профессию. Поэтому, девочки, вот такой вот совет вам дам, конечно, если вы нуждаетесь. Первое. Либо вы учите в России, приезжаете сюда уже с подготовкой, либо вы приезжаете сюда, посещаете курсы французского. Но, опять-таки, я ещё раз повторюсь, чтобы не терять своё драгоценное время, вы лучше этим займитесь в России, то есть заранее. Вот. Ну, вот как бы так, да. И просто я ещё к чему-то говорю, допустим, к тому, что, например, когда вы получите какой-то местный диплом, да, и если вам удастся устроиться на работу, да, хоть на несколько часов, да, у вас будет возможность иметь какие-то свои личные деньги, пускай даже карманные деньги, да, вы же не можете постоянно у мужа просить, да, именно то, да, именно это, да. А если у вас ещё и такие запросы, да, постоянные, когда вам хочется и шоппинг сделать, да, и косметику купить, там, я не знаю, лишнюю шмотку, там, и так далее. Конечно же, лучше, когда у женщины есть свои карманные деньги. Вот. Дальше ещё, вот какие могут быть трудности здесь, вы знаете, вот, как говорится, в семье не без уродов, да, и здесь такие бывают ситуации, когда девочки, которые здесь уже, ну, я говорю, девочки образно, женщины, которые здесь уже годами замужем, да, которые разводятся с французами, да, есть, конечно же, разводы, вот между нашими девочками. И бывают такие ситуации, когда муж обижает, например, да, женщину. В этом плане здесь я могу вот что сказать. Вы будете защищены, потому что здесь в этом плане очень строго. И вот именно то, что касается семейного насилия. Вот. Здесь есть специальный фойе, то есть на улице вы никогда не останетесь здесь. Если вдруг, может быть, кто-то меня смотрит, кто живёт во Франции, да, сейчас, и если у вас какие-то проблемы, вот семейные, да, муж выгоняет там, я не знаю, ещё что-то, да, нужно всегда обращаться к своему сестру социалю, то есть этот человек, социальный работник, который будет заниматься вашей проблемой. Он может вас устроить в фойе, то есть на первое время, да, пока, чтобы вы там пожили, ну, как-то пришли в себя и так далее. Потом вы можете сделать запрос на жильё уже, да, своё какое-то социальное и так далее. Но это я говорю потому, что в любом случае здесь на улице вы не останетесь, тем более, если у вас есть дети. Вот. Чтобы вы об этом знали заранее. Ну и, конечно же, что могу сказать? Первое время адаптации, оно всегда проходит немножечко тяжеловато морально, я уже говорила об этом. Поэтому всё-таки я считаю, что люди, которые уезжают за границу, всё-таки это люди очень сильные. Потому что есть люди, которые возвращаются обратно домой, да, когда сталкиваются со своими трудностями. Но всё же вот именно люди сильные духом, они преодолевают такие трудности, что бы ни случилось. Пусть тот же развод, я не знаю, да, и так далее. Поэтому даже по приезду сюда, когда вы выходите замуж, вы всё равно столкнётесь, ну вот, первый год, наверное, будет немножечко тяжеловато. То есть это будет период адаптации первые два года. Ну, по крайней мере, у меня так было первые два года. Вот. Ну, а там дальше всё будет только зависеть от вас, как говорится, всё в наших руках, если у вас будет усилие, усердие заниматься, изучать французский язык, будет стремление, не знаю, чему-то обучиться, там, да, дальше работать и так далее. Ну, это хорошо, когда будет муж, я не знаю, богатый, состоятельный, который вам будет просто каждый месяц на ваш счёт переводить какую-то энную сумму, да, чтобы вы ни в чём не нуждались. Ну, это только, наверное, бывает в таких вот, в редких случаях. Вот. Ну, вот и всё. Вот такое было видео, девчонки. Надеюсь, что было полезно это видео. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, комментируйте. И я надеюсь, что до скорых-скорых встреч. Всё. Всех целую. Чао.